Трудные места Вопрос звучит так Почему первое послание к фессалоникийцам Называется апокалипсисом в миниатюре Отвечает апостол Павел Потому что сам Господь При возвещении и пригласии Архангела и трубе Божией Сойдет с неба и мертвые во Христе Воскреснут прежде Потом мы, оставшиеся в живых Вместе с ними восхищены будем на облаках В сретении Господу на воздухе И так всегда с Господом будем Синодальный перевод Потому и называется, что здесь Описано Явление Христа Второе явление предшествия Как можно его назвать И конец света При котором мы, как пишет Павел Мы, то есть верующие, мы христиане Окажемся вместе с Христом Те, кто умер до того И те, кто будет на тот момент жив Понятно, что апокалипсис Откровение Иоанна Богослова Собственно говоря Более-менее об этом Только там очень развернутое Длинное, сложное повествование А здесь все это в миниатюре Но сказано самое главное Я ответил на вопрос Но это еще не совсем ответ Правда? Потому что возникает, может быть, другой вопрос А при чем здесь вообще вот это? Все, да? И как оно будет выглядеть, между прочим? Начнем с более простого Как оно будет выглядеть? Сам Господь при возвещении При глазе Архангела и трубе Божьей Уже ничего не понятно Глаз Архангела Какого? Разные Архангела присутствуют В библейской и иудейской традиции Труба Божья Кто в нем будет дуть? Архангел или кто-то еще отдельно? И сойдет с неба В каком смысле Господь сойдет с неба? Христос, наверное, явится, да? Ну, как это произойдет? Смотрите, здесь есть явная отсылка К рассказу из книги Исход О даровании закона на горе Синай Когда трубный глаз И вот вся эта буря Все это было таким сопровождением Дарования закона Моисею Всему израильскому народу через Моисея На горе Синай И, соответственно, здесь что-то подобное Здесь такое заключение Нового Завета Даже не просто его заключение Его реализация Когда сбывается то, ради чего Новый Завет заключается И такое ощущение, что Павел сам не до конца Это представляет себе в деталях Откровение Иоанна Богослова Там очень много деталей Их толковать, правда, тоже очень трудно Но, тем не менее, они есть А здесь вот как бы вообще Труба Божия, глаз Архангела И такое ощущение, что он описывает Так, как он это себе представляет А его представление во многом сформировано Рассказом книги Исход И дальше Потом мы, оставшиеся в живых Вместе с ними, с теми, кто уже умер Восхищены будем на облаках В средине Господа на воздухе Вот сегодня, когда мы летаем на самолетах И пролетаем через облака Мы понимаем прекрасно, что невозможно На облаках быть восхищенным на небо Потому что облака — это водяной пар Да? То же самое, что туман, например Просто снизу нам эти облака тумана Кажутся чем-то, может быть, сказочно мягким Приятным, таким, хорошим Но здесь буквально это написано По-гречески Гэмэйз гой дзонтэс Гой перелей помэной гамэс Сюнау тось Гарпагэс сомэта энне фэйлэйс Исапантэс инту киривэйса эра Энне фэйлэйс Буквально в облаках Но по-русски мы переводим скорее На облаках Потому что в облаках Звучит не очень хорошо Но смотрите, уже обращаем внимание Что смысл немножко у нас изменился В наших переводах И как мы себе это представляем То есть встреча воскресших со Христом Будет происходить где-то в воздушном пространстве А дальше? То есть новое небо, новая земля Ну, допустим, вот представим себе эту сцену Господь сходит с неба Христиане, умершие, воскресают Живые вместе с ними на облаках поднимаются Вот где-то там происходит эта встреча А дальше-то что? Да, то есть Спускаемся на землю вместе с ним Возносимся на небо А он спускается на землю Какая-то неопределенность Вот в откровении Иоанна Богослова Все очень хорошо расписано Местами непонятно что Но расписано подробно Знаете, мне кажется, что Описать технологию этого дела Павлу было абсолютно неинтересно Он отвечал на другой вопрос С 13 стиха Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших Дабы вы не скорбели, как прочие немеющие надежды Ибо если мы веруем, что Иисус умер в воскрес То и умерших в Иисусе Бог приведет с ним Ибо сие говорим вам словом Господнем Что мы, живущие, оставшиеся до предшествия Господня Не предупредим умерших Не предупредим, в смысле Не окажемся там прежде них То есть фактически он говорит, что Смотрите, люди умирают В том числе умирают христиане, верующие Мы, наверное, от этого Ну, нам жалко, что они умирают Потому что они наши родные и близкие Но мы, наверное, от этого еще приходим в смущение Потому что мы думаем Вот Господь же должен прийти А они уже умерли Как? Получается, что Все бесполезно Вот второе предшествие Оно же должно состояться со дня на день Похоже, что тогда Многие люди так и ждали Что вот Христос вознесся Но он там как бы с отцом побудет И скоро вернется нас забрать У нас только краткое время Чтобы нам обратиться к нему Но другое дело, что для Бога краткое время Это может быть и сто тысяч лет А для нас вот хочется, чтобы поскорее Мы-то уже Нам-то уже хочется И он говорит фактически Павел здесь одну только простую вещь То, что эти люди умерли, ничего не значит Как это будет? Ну, например И дальше он рисует такую картину Несколько мифологичную В том числе с облаками Которые, конечно же, не могут быть Ну, нельзя их понимать Как то, что мы сегодня называем облаками Или у нас некий физический абсурд Получается Вот мы все вместе Предстанем перед ним Интересно Но здесь мы видим еще одну вещь Которая очень сильно противоречит Тому, что принято думать сегодня Нам же кажется, что человек, умирая Сразу приходит к Богу на суд И там он оказывается в аду Либо в раю А здесь умершие воскресают В момент второго пришествия Никакого суда до тех пор Кстати, есть христиане, адвентисты, например Которые так понимают это место И толкуют из этого, выводят, соответственно Мысль о том, что до воскресения Человек пребывает мертвым И его душа вот нигде не оказывается Мы не знаем, что будет после смерти Знаете, у меня такое ощущение, что Павел тоже не знал Потому что вот напрямую это его описание Оно, скажем так, противоречит тому Что позднее сложилось Представление о том, что смертное тело Оно оказывается в могиле Оно и сливает А бессмертная душа Она попадает в какой-то особый мир И там она пребывает в ожидании страшного суда Или последнего суда, лучше его назвать Но тут же возникают проблемы Она пребывает что? Где? Ныне же будешь со мной в раю Говорит он разбойнику Значит, все-таки раят, но тогда уже и суд Не окончательный, а предварительный Какой-то происходит сразу И здесь выстраивается очень много всяких схем Только, пожалуйста, не спрашивайте меня Какая из них права Я не знаю Хотелось бы сказать, помрем, посмотрим Но я понимаю, что это абсолютно не ответ Но мне кажется, что и Павел не знает Он не знает всего Он не знает, что Америка или Австралия Еще не открыты, но будут Он не знает событий, которые произойдут потом И он не знает подробностей того, что происходит с человеком после смерти Он отвечает на одну простую проблему Фессалоникийцы думают, что умершие пропустили второе пришествие Мы его дождемся, оно вот скоро-скоро-скоро будет Они умерли и так и не дождались Как же так? Им же обещали, что они будут вместе с Господом Павел говорит, не волнуйтесь, то, что они умерли абсолютно ничего не значит Например, мы на облаках вместе с умершими поднимемся Встретим Господа Главное вот в этом всем рассказе Мы встретим Господа И мы пойдем ему навстречу На облаках или не на облаках, не очень важно Но в чем смысл христианской жизни? Встречать Господа второе пришествие Пока на земле, на земле, может быть на облаках В каких-то еще мистических формах Которые нам пока очень трудно себе представить Жизнь и смерть ничего не означают в этом смысле Пока живешь физически, живи Пока потом умрешь, ничего не потерял В этом смысле ничего не потерял, конечно А и вот это Павел именно пишет Так что, почему называется вторым апокалипсисом Или малым апокалипсисом, как раз понятно Может быть, менее понятно, зачем это в послании к Фессалоникийцам Но еще, может быть, последнее, что имеет смысл здесь сказать В каком интересном месте его послание это появляется Смотрите, он говорит сначала очень много похвальных слов Потом он предупреждает про грядущие гонения, которые, может быть, возникнут А потом как-то очень мягко говорит фессалоникийцам Что нужно соблюдать чистоту и не впадать в блуд Явно это было у них проблемой, но он не прибегает к резким обличениям А как бы так слегка об этом намекает Потом он рассказывает про братолюбие Вот это образ жизни общины Чистоты, единства, совместного ожидания того, что грядет Особенно в контексте гонений, когда кому-то может грозить смерть Он говорит, да, вы умрете, но вы ничего не потеряете Вот и рисует эту краткую картину Чтобы это прозвучало как-то немножко более, может быть, внятно Я постараюсь свой перевод сейчас прочитать этого отрывка Хотим, братья, чтобы вы поняли все про умерших И не унывали, как проще, кому не на что надеяться Если мы верим, что Иисус умер и воскрес То Бог вместе с Ним приведет и тех из верующих в Него, кто уже умер Вот какое слово Господне мы объявляем вам Мы, кто останется в живых ко дню прихода Господа Встретим Его не прежде умерших Когда архангельский голос и труба Божья бросит клич И сам Господь сойдет с небес Сначала воскреснут те, кто умер во Христе А потом и мы, кто останется в живых Будем вместе с ним подняты в воздух на облаках Навстречу Господу И так навсегда соединимся с Господом Вот такими словами и ободряйте друг друга Теперь, мне кажется, стало более понятно Зачем этот апокалипсис здесь нужен Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok